Всем привет! Подсвечиваю фонариком. У нас Алиса спит. И мы с Костей тоже валяемся, себе отдыхаем. Пришел батон, посмотрите, как разлегся. Так в наглую. Вот у него торчат лапы вот так вверх. И лежит, мурлыничает вообще. Я даже не могу рядом с мужем полежать, потому что мое место занял кошак. Вот этот вот наглый кошак. Я хотела ему на плечо лечь, полежать. Ну и все, место занято. Наглой второе счастье. Таба тоже. Кто первый, тот и занял, да? Все раступитесь, я пришел. Может, ты тоже поспишь, пока Алиска спит? Я не знаю, наоборот, пошел, походил. А у тебя же вечерняя активность. Костя, у нас по вечерам по дорожке ходит беговой постоянно. Не постоянно. Вчера не ходил. А каждый день у тебя именно вечером это желание появляется. Сегодня утром ходил. А Алиска спит вот там в своей кроватке. По-моему, Маха там где-то с ней тоже. В общем, мои обложены котами. Самый лучший антистресс, кстати. Правда, Костя? Да. Реально вот это вот мурлыка не успокаивает. И не Катя же идет. Катя там с крысами. А идет к тебе. Да, он обиделся, что его на каких-то крыс поменяли. Да? Да я не думаю, по-моему, вообще по барабану. Смотрите. Охи, борзота. А карочка своей вытянет. Ну ладно. Что ж поделаешь? Я туда пошел. А потом вообще в рай попал. Какая же туха. Подобрали с улицы. Да не говори. Как Костя говорит, вот судьба, да? Второй его брат же, скорее всего, погиб. А этот живет как сыр в масле. Прекрасно. Ну иногда спотыкаем с вами к ним. Потому что нагло развалится и даже не отходит. Да, бывает. Я пойду, наверное, Костя, кладовку поразбираю. А вы бы поспали. Вместе с Алисиком. У нас тут такое произошло. Катя только что жвачкой вытащила зуб. Ну вернее, я бы назвала это куском зуба. Со штифтом. Видите, там торчит такая длинненькая палочка? Это штифт, который ей вставляли в Десну. Я вообще не знала, что такое может быть. Штифт вытащить. А больше вообще никуда выехать не можем? Вот вам и жвачки. Не, мы выехать-то можем. Но сейчас, когда этот вирус идти к зубному, как-то не знаю. Я так, я жую, понимаешь? Вот я как раз раскрываю челюсть и чувствую, как просто она вытаскивается. Капец. Просто вот вам жвачки. Моя мама всегда говорила, что жвачкой можно вытащить пломбу. Ну ладно пломбу. Но почти целый зуб со штифтом. Я такое первый раз в жизни вижу. Как? Скажите, как это возможно вообще? Это жесть. Катя, я тебя сочувствую. Это не больно. Может, вам назад можно вставить? Да ну ты что. А ты знаешь, моя бабушка рассказывала, у неё была цинга во время блокады Ленинграда. Знаешь, что такое цинга? Когда все дёсна были настолько мягкие, что зубы можно вынуть и вставить обратно было. Нехватка витаминов. И они ели почки из деревьев, чтобы витамины пополнить. Вообще ужасное было время. Вот у нас сейчас ужасно, да, с этим вирусом. А у них тогда вообще, представь, блокады Ленинграда. Это жесть была. Ну подумаешь, ничего. Пройдут эти карантины и пойдём и сделаем тебе зубчик. Класс, а то-то они бы прошли. Да да, хоть бы не до осени. Может, сейчас лучше сходить пока? Да, мне кажется, сейчас лучше никуда не ходить. Так у меня там всё позабивается, если туда где-то... Да заживёт оно просто и всё. Там же теперь как рано, типа. Я так думаю. Я, короче, думала в бачку и вытащила зуб со штифтом. Со штифтом, прикинь. Офигеть, ну и делай, так? У меня там просто почти нет зубов вообще, какие-то кусочки. И что мне делать? У нас карантин, выезжать не я. Не, ну смотри, мне послезавтра к зубному одевать мостики. Я могу у него спросить. Ему вообще по барабану на карантин? Спроси. Ну а что там, врач, который в повязке, его помощница и всё. Что там, два человека, которые врачи, которые сами себя... Ну ладно, ладно, бери с собой, Катя. Давай спросить. Оставить его, наверное, нужно, да? Ну пока оставь, врачу, хоть покажешь, да. Ну положи под подушку, может, зубная шея что-то принесет. Я буду ждать. Надевай крылья и вперёд. Я думаю, а куда делась Алиса? А она тут с Катей мороженое лопает. Я не могу с этих девочек неразлучные. А папа тут всё километры наматывай. Надо чем-то вытереть. У нас тут куча салфеточек. Надо чем-то вытереть. У нас тут куча салфеток. А детских салфеток тоже больше нет? Нет, детских салфеток полно продаётся. Они ж не антибактериальные, поэтому их не разбирают. Ладно, пойду пока своими делами заниматься. Ребёнок под присмотром. Я пошла пока что наводить порядки, и батон пошёл со мной. В общем, то, чем мы сегодня играли. Выстиранное бельё уже просто его гора. А я никак не могу его разобрать не так, не охота, если честно. Ненавижу разбирать вот эти выстиранные вещи. В общем, был порядок вроде как в комнате. Но куда ни глянь, везде уже нужна уборка. Тут наш юный художник вот только что порисовал с Катей. О, прикольная картина какая. Смотрите, что это? Слушайте, мне даже нравится. Вместе с вот этими кисточками такой художественный, творческий беспорядок. Но мне сейчас надо отмыть весь этот беспорядок творческий. Да, конечно. Не, ну мне нравится, как она вот изображает, рисует. Как-то это необычно так. Я раньше, когда продавали всякие детские картины, да, то тоже думала, что, ну, дети, они как-то по-другому это всё видят. Мир видит по-другому. И вот картины реально такие какие-то необычные. И вчера, кстати, мне понравилась Алиса кинокартина. Вот она. Но она её уже, к сожалению, сегодня ещё сверху порисовала, видите, карандашом. А вообще вот эти оранжевые пятна тоже классно так смотрелись, как вулкан какой-то. Вот это мне напоминает какую-то овечку или волка, или вообще какой-то... Знаете, вот вроде как чудище, как монстр. О, уже заляпалась. Вроде как монстр. Но в то же время какой-то доброжелательный. Я даже не пойму, он у меня вызывает эмоцию страха или наоборот такое какое-то умиротворение. Что скажете? Что это за рисунок? А вот это как будто третий глаз. Раз, два, три. Кто что видит в этих пятнах? Тест психологический. Пишите в комментариях. А мы с Алисенькой сейчас будем клеить вот такую книжку с феями. Смотрите. Цветочная фея. У неё юбка из цветка сделана. И в руке она держит цветок, чтобы росу собирать. Цветок Алиса уже наклеила. Сейчас будет клеить вот эту юбочку. Красиво. Красиво, красиво. Красиво, красиво. Ой, ты ей наклеила прямо аж до груди юбку. Ну ничего, тоже красиво, кстати. Юбка почти как платье. Банечку. Так, ну ладно. Давай посмотрим, что дальше. Вот это ей дальше надо приклеить. Давай найдём вот. Вот это на платье надо приклеить. Да? Не, а юбка. И сюда кофточку. Сюда кофточку. Вот так. Слушай, красиво. Правда? А сейчас не менее интересная книжечка. Мы клеим с Алисой животных. Сейчас зебру. Правда, сейчас нам очень тяжело отколупывать даже вот эти глазки. На. Старый глазик. Старый глазик. Ой, как Алиса ей глазки приклеила, конечно. Привет. Шикарно. Катя. Катя пришла. Привет. Привет. Ребята, нам и не хватало. А сделай побольше света, пожалуйста. Садись, Катя. Ой, не поменьше, а побольше. Никак. О, и ту лампочку. Садись. Садись, Катя, видишь, Алиса тебя зодит. Все, все, оно больше не включится. Оно же там поломалось. Не знаю, надо вызывать кого-то. Садись. Садись, Катя. Садись, Катя. Алиса, Катя, ну просто обожать. Все, клеить уже с Катей. Мама уже не нужна. Ну ладно. Держи. Это что? Ножка. Ножка, конечно. Конечно, лапка. Или копытц. Как правильно у зебры. Вторая ножка. Вторая ножка. Не второй, а вторая. Какая? Третья. Третья. Третья ножка. И еще какая нам нужна? Что-то не то. Еще нужна четвертая ножка. Четвертая ножка. Хвостик. Хвостик. Хвостик хочешь? А вот это ее морда черная? Да. Держи хвостик. Не давал, какие у нее глазки красивые. Ой, Неля, сейчас не так. Вот так вот хвостик у зеброчки висит. Кто там чихает? Батушек чихает. Стой, здесь у себя ушки. А носик. Ты не видела, как твой батон тут с папой лежал в обнимку? Даже я не могла к папе лечь. Так а с тобой крысы. Мама! И ушки. Зебра красота. А что, мне нравится такая моднявая, знаешь? Второе ушко. Второе ушко. Второе ушко. Тpetки добавим. Так. Тепк.